В условиях специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР украинские националисты ведут активную информационную войну против жителей России, в том числе Тверской области. Сейчас в интернете появляются многочисленные фейковые сообщения, инициированные украинскими властями. Их цель – дестабилизация ситуации в нашей стране, формирование паники среди граждан, создание почвы для недоверия государственной политике. О том, как обезопасить себя от недостоверной информации, смотрите в нашем следующем сюжете. Новости – неотъемлемая часть нашей жизни. Информация поступает отовсюду. И побочным эффектом такого плотного информационного поля становится не только перегрузка нервной системы, но и фейки. С каждым днем появляется все больше сообщений, которые не имеют отношения к достоверным фактам. Особо впечатлительные люди готовы верить самым ужасным и неправдоподобным новостям. У жителей областной столицы мы решили узнать, доверяют ли они все информации, которую публикуют в интернете. В интернете я никакой информации не доверяю. То есть, субъективно так отношусь к этому, потому что много разных фейковых статей, которые пишут кто за, кто против, по разным источникам. Это все разная информация. И она, на мой взгляд, совсем непроверенная и иногда бывает необоснованная, то, что пишут. В интернете нет. По телевизору, Вести, Соловьев, Михеев, вот эти. Источники читаю разные, потом суммирую информацию, вот, а потом не тороплюсь делать выводы. Стараюсь принимать решения разумно и выводы тоже делать разумно. Одно из направлений информационной атаки – ложные сообщения о финансовой системе России. В частности, распространяется недостоверная информация о нехватке денежных средств в банкоматах. И призывы, скорее, снимать наличные с банковских карт. Такие панические настроения уже распространились в Твери, Кимрах, Осташкове и Иржеве через различные группы в соцсетях. Банк России категорически опровергает эту информацию. Банк России непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. В связи с высоким спросом на наличные, банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности. Банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России при необходимости. Как сообщается в Центробанке, российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и могут быть доступны в любой момент времени. А все финансовые сервисы предоставляются в обычном режиме. А банковские карты на территории России работают нормально. Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны. У нас есть система передачи финансовых сообщений, СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней могут присоединяться участники из-за границы. Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Специалисты рекомендуют, чтобы не стать жертвой фейковой информации, необходимо доверять исключительно сообщениям из официальных источников, которые публикуются в постоянном режиме.